Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу». Меня зовут Татьяна Молокова. С 1 июля 2020 года в силу вступили новые законы. Об этом сегодня мы будем говорить с руководителем Управления Федеральной Налоговой Службы России по Чувашии Марина Петровой. Марина Валерьяновна, здравствуйте! Добрый день! Марина Валерьяновна, в июле 2020 года Чувашия вошла в число регионов, где применяется новый налог на профессиональный доход, так называемый налог на самозанятых. Что это за налог, как он применяется и кто его может применять? Его могут применять как физические лица граждан РФ, так и граждане государств, которые входят в Евразийский экономический союз. Это у нас и Беларусь, это у нас и Киргизия, и Армения, и Казахстан. При этом данной категории лиц не надо быть зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимательства. Кроме этого, наши индивидуальные предприниматели могут перейти на данный вид налога, но при условии, что они не имеют наемных работников по трудовым договорам. Здесь есть одно ограничение. По итогам года доход данных лиц не должен превышать 2 миллионов 400 тысяч рублей. Для перехода на данный вид налога необходимо выполнить несколько условий. Во-первых, это, конечно же, чтобы доходы были от собственной деятельности, например, услуги репетиторства, косметологические услуги, бытовые услуги, это как ремонт обуви, пошив одежды, организация каких-либо праздников, сдача в аренду собственного имущества и так далее. И также ведение предпринимательской деятельности, как я уже сказала, должно быть только без привлечения наемной рабочей силы. Вот эти ограничения, они, конечно, вот у нас есть. Кроме этого, не имеют права применять данный вид налога лица, которые занимаются добычей полезных ископаемых либо их реализации, занимаются посреднической деятельностью по договорам поручения, комиссии, а также доставкой товаров с приемом платежей за них в интересах других лиц. Поэтому этот список у нас ограничен, он у нас законодательно уже утвержден. И если наши налогоплательщики, которые будут переходить на данный вид налога, будут заниматься одним из запрещенных вот этих видов деятельности, несмотря на то, что другой деятельности подпадает под категорию разрешенных, они все равно не смогут перейти на налог на профессиональный доход. Мы просим это учесть наших платильщиков. Марина Валерьяновна, а как можно зарегистрироваться в качестве самозанятого? У нас, во-первых, существует несколько способов регистрации наших лиц в качестве самозанятых. Во-первых, самый популярный на сегодня вид – это через приложение «Мой налог». Это приложение, разработанное Федеральной налоговой службой. Оно может устанавливаться на любом компьютерном устройстве, будь то смартфон, планшет, либо компьютер сам по себе. Еще один из вариантов – это через личный веб-кабинет «Мой налог», который тоже расположен на официальном сайте нашей службы. Через любое кредитное учреждение, либо банки, которые осуществляют информационные взаимодействия с нашей службой в рамках реализации данного вида налога. Информацию об этих кредитных учреждениях можно посмотреть на нашем официальном сайте ФНС России. Регистрация очень простая. Она занимает буквально всего несколько минут. Посещение в налоговой инспекции не требует. Что здесь хотелось бы мне отметить? Все дальнейшие действия наших налогоплательщиков и налогового органа по вопросам взаимодействия будут проходить через это приложение. То есть налоговый орган, в свою очередь, будет через это приложение направлять и уведомления о сумме и размере налогов. Здесь можно будет получать от нас любую иную информацию. То есть наши налогоплательщики тоже могут через это приложение в наш адрес направлять свои, скажем так, информационные какие-либо письма, моменты, предложения. То есть диалог будет полностью выработан через это приложение. Через это приложение также данные лица могут и написать и направить заявление о снятии с учета в качестве самозанятого. То есть это очень многофункциональное приложение, которое, я думаю, что полностью должно устроить наших налогоплательщиков. Марина Валерьяна, а как будет исчисляться налог в таком случае? Почему выгодно стать самозанятым? Начисление налога идет, скажем так, очень простым способом. Наше лицо, которое зарегистрировано в качестве самозанятого в течение налогового периода, а налоговым периодом будет считаться месяц, осуществляет свою деятельность. И вот какую сумму он у себя в этом приложении отразит, как доход, вот с этой суммы до 12-го числа месяца следующего за налоговым периодом, мы через это приложение «Мой налог» направим ему уведомление о той сумме налога, которую будет ему необходимо заплатить, до 25-го числа месяца, опять-таки, следующего за месяцем, в котором он осуществлял деятельность. Две недели у человека есть. Даемную плату, да. Кроме этого, через это мобильное приложение до 12-го числа вместе с суммой налога мы направляем реквизиты, куда можно будет этот налог проплатить. Поэтому все довольно просто и удобно для наших платежей. Какой налог все-таки должен заплатить самозанятый со своей деятельностью? Здесь у нас действуют две ставки – 4% и 6%. 4% – это если наше лицо осуществляет свой доход с физическими лицами, от реализации товаров, работ, услуг. И 6% – если у него образовалась выручка от реализации, опять-таки, своих товаров, работ, услуг с индивидуальными предпринимателями либо с юридическими лицами. Майяна Ильяна, какие еще есть преимущества для работы самозанятых? Вы знаете, на самом деле преимуществ очень много. Я могу сейчас рассказать об основных, на мой взгляд, изначимых для наших лиц, которые должны учесть данные, скажем, преимущества при регистрации в качестве самозанятых. Доход, который будут получать физические лица от своей деятельности, он не будет облагаться налогом на доходы физлиц. Наши индивидуальные предприниматели не уплачивают налог на добавленную стоимость. Но здесь, конечно, является исключением НДС, который у нас уплачивается при ввозе товаров на территорию российской операции, как мы говорим, экспортной операции. Не нужно сдавать никакую отчетность. Не нужно применять онлайн-кассы. У наших налогоплательщиков есть такая возможность, им дано только право в добровольном порядке уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Еще одно из преимуществ, которыми могут воспользоваться и которые будут воспользованы нашими налогоплательщиками, это при отсутствии каких-либо доходов в налоговом периоде, но нет у меня в этом месяце никакой выручки, я в этом случае не буду платить ни обязательные, ни минимальные, ни какие-либо фиксированные платежи. Нет дохода, нет налога. То есть это, я хочу сказать, тоже одно из преимуществ именно регистрироваться в качестве самозанятых. Марина Валерьевна, я думаю, что про самозанятых можно говорить долго, но лучше всего, наверное, обратиться к специалистам, если нужно, ваши специалисты проконсультируют любого желающего. Безусловно, конечно. Давайте тогда поговорим про другие нововведения. Со следующего года отменяется единый налог на вмененный доход. И в настоящее время его применяют очень многие предприниматели в Чувашской республике. Как им быть, им придется переходить на другие системы налогообложения? Да, абсолютно правильно. У нас с 1 января 2021 года единый налог на вмененный доход отменяется. И в связи с этим нашим налогоплательщикам, кто на сегодняшний день применяет данный режим налогообложения, необходимо определиться, на каком режиме он будет находиться далее. Это либо упрощенная система налогообложения, это либо патентная система налогообложения. Здесь есть определенные ограничения. Здесь, если налогоплательщик будет применять патентную систему налогообложения, то в своей деятельности он может привлекать не более 15 человек наемных работников. Либо, как я сейчас уже рассказывала, ему необходимо перейти на налог на профессиональный доход. Но здесь, опять-таки, условия без привлечения вообще наемных работников. И если этот выбор нашими налогоплательщиками не будет сделан до 1 января 2021 года, то уже начиная с 1 января 2021 года он в автоматизированном режиме будет считаться, что он находится на общем режиме налогообложения. Поэтому здесь мы, конечно же, наших налогоплательщиков призываем побыстрее определиться с тем режимом, на котором он будет находиться в дальнейшем и в установленные сроки уже начинать, скажем так, переходить на иные режимы налогообложения. Я могу сказать, что у нас в республике на ЕНВД находится более 21 тысячи налогоплательщиков. Это и юридические лица, и индивидуальные предприниматели. Здесь мы, со своей стороны, проводим активную разъяснительную работу. Но в связи с тем, что сейчас у нас есть определенные ограничения по общению широкой аудитории, к сожалению, семинары, брифинги мы немножечко откладываем на попозже. Сейчас мы работаем адресно. И в то же время хочу сказать, что у нас на сайте Федеральной налоговой службы в помощь такой категории налогоплательщиков разработан определенный сервис, налоговый калькулятор. В этом налоговом калькуляторе есть такой сервис «Выбор подходящего режима налогообложения». Кроме того, есть там сервис, какой налоговый режим подходит именно моему бизнесу. Он очень прост. Пользуется широкой популярностью у наших плательщиков. Марина Ольгиевна, ну и раз уж наша основная тема изменения в налоговом законодательстве, есть информация, что с 1 июля изменился порядок подачи жалоб на акты налоговых органов действий или бездействия должностных лиц. Это правда. Основная цель данного новшества – это, конечно же, сделать взаимодействие налогоплательщиков с налоговыми органами более простым, удобным и оперативным способом, даже в такой сфере, как жалобы, налоговые жалобы, рассмотрение этих жалоб. Все мы знаем, что в современном мире у нас уже на сегодняшний день становится все более востребованным электронный документ и оборот. И теперь наши налогоплательщики могут направлять эти жалобы, либо апелляционные жалобы непосредственно со своего рабочего места в электронном виде. В свою очередь мы гарантируем их оперативное поступление в налоговый орган. Все это позволит, конечно, безусловно, сэкономить рабочее время как самого налогоплательщика, так и нас, налоговых органов. Поэтому я, конечно же, призываю, в случае, если наш налогоплательщик будет не удовлетворен действиями налоговых органов, конечно же, жалобы подавать в электронном виде. Ну и вообще почаще обращаться на сайт налоговой службы. Там есть про нововведения, все разъяснения, про самозанятых, все, что будет интересно. Да, совершенно согласна. Спасибо большое, Марина Валерьяновна, за подробную беседу. Я напомню, что сегодня о изменениях в налоговом законодательстве в 2020 году мы говорили с руководителем управления Федеральной налоговой службы России по Чувашии Мариной Петровой. До свидания. Федеральной налоговой службы России по Чувашии Мариной Петровой.